мы приехали в зал зал для кроссфитеров для меня совершенно тема неизведанная чуждая скажем так Денис здесь бывает говорит что это очень хороший зал с хорошим хозяином и хорошей душой атмосферой в зале так что заехали сюда посмотрим спускайся со ступеньки я же знаю наших подписчиков у тебя какой рост 190 у меня 190 но там уж ребята рассудят друзья видел алексея на на экране как как и все вы видите нас на экране всегда всегда воочию то есть лёха здоровый парень вообще 100 килограммов да здоровый всегда здоровее живьем чем чем на экране удивительным со мной тоже люди многие встречались горе нифига ты типа на экране мы думали что ты меньше так вот и сужая оба очередь странно здесь я появляюсь эпизодически в этом зале это называется кроссфит идол арена именно этот зал здесь уже было несколько съемок сейчас здесь пусто для нас освободили все пространство здесь то чего мне не хватает в некоторых обычных залах здесь есть общий дух подбадривание друг друга такая вот дело сейчас не в кроссфите я не промотирую кроссфит дело в духе плюс есть несколько упражнений лёш который я сегодня тебе как раз предложу сделать вместе с собой в которых я не специалист не профессионал то что мы с тобой почти на одном уровне но они задействуют все тело и ты ощутишь это я тебе прям то есть ты не делал ты мне раз в жизни ты почувствуешь мы будем то сказать толкать с тобой сани тянуть не будем их еще можно тянуть каната можно толкать но прежде чем мы начнем надо размяться в общем не предлагаю туда и обратно просто по очереди давай пока постарай зарубимся в конце это разогреемся получили сразу такая наполненность дыхание сразу дыхалка чувствуешь на расширяет причем догоняет дыхание приходит позже ты пробежал а потом она накрывает ребята все кто занимается здесь они вот этот феномен знают не все время об этом твердят почему важно разминка то что потом тебя накрывает кстати о применении всего этого потому что вопросы будут зачем это надо основа моих тренировок естественно в тренажерном зале проходит дополняю я это спринтами подобными вещами катаниями то чем когда уже я показал дал на лонборде на сноуборде на серфинге с веслом то есть всякие разные велик тот же это дополнение стержневая тема конечно это классика кач до свободные веса тренажеры но выносливость как в супер серия сити флэчером например я считаю что выносливость в этих долгих сетах пример с тем же бегрогом я вижу что вот там на пуловерах и выносливости его не хватает да да мне выносливости больше именно поэтому силовой выносливости благодаря я считаю вот таким элементом что это дает визуально я думаю ничего визуально отличить человека который это делает например вот и не смог бы сказать делаешь что это не делаешь на чисто функционально только но зато ты будешь способен потом бороться на равных если вот придется делать какой-то гигантский сет мне говорят что потом можно с большим весом сделать большее количество повторений что опять же даст лучший стимул для мышечного роста тоже есть такая версия ты знаешь вероятно я думаю не в подходе в подходе разницы не будет из подхода в подход именно вот та самая продолжительность тот объем у тебя функциональный организм больше готов к объему выложиться в одном конкретном подходе ну по камеру там 1 с 1 по 4 скорее всего будем на равных но потом особенности пауза начнутся красятся к сейчас я думаю супер серии вот в первую очередь или расскажется это супер серия когда идет несколько упражнений подряд добавим то есть пятнадцать пятнадцать пятнадцатка было 20 пунктов 45 сбивается дыхалка очень быстро и карди вроде бы делаю чуть ли не каждый день другой 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 да ты знаешь удивительно я почувствовал плюсы давно-давно у меня был выпуск я хаммер тянул и толкал на удивление я тогда набрал вот этот день мы делали съемку я просто убился реально а потом раз и плюс два килограмма может воду задержал мой что например факт то что все тело поработала мне кажется та же история что с остановыми тягами с приседом все тело идет выброс мощнейший сейчас стать очень много разговоров по поводу нужности или ненужности становой что она расширяет талию сейчас все стали одержимы этими вот формами золотой эпохи золотой эры эстетики и что становая расширяет талию ребенок желательно желательно делали да конечно делали дальше мне кажется почему-то после того что я пришел из этих видов спорта горные лыжи и прочее очень много асимметричных нагрузок было самого детства у меня достаточно развитые вот косы и так далее не узкая именно за счет мышц мне кажется прикольно когда наше тело все-таки умеет работать в режиме ну ты же прямо понимаешь как эти войны чтобы эти мышцы были применимы и конечно как жизнь вот там да вот это это же похоже на настоящую живую работу и у тебя всегда мы наше тело же всегда работает в симметрия мы же никогда не стоим симметрично в жизни ну да тренажер это все как бы противоестественная механика по большому счету но на тренажерах мы создаем тот самый как бы воинственный силуэт набираем драгоценную мышечную массу на я считаю она не полноценно без функционала живой какой-то хоть немножко 175 это ощущается уже на пояснице эти ощущаются ощущается то что пресс напряжен длинные мышцы спины балансирует такое ощущение что все тело блин да вот до и гордишь и кры ноги ягодицы длинные мышцы спины кор безумно плечи вверх груди трицепс широчайшая пожалуй не работают это вопрос как давить издавить вниз как стать и скотт мэндерсон рассказывал да жим жим на грудь спиной только что я пробежал отрезок стоит 175 килограммов этот отрезок сейчас лёха будет повторять но впервые в жизни это делает так что общее воздействие конечно просто офигенно и вверх и вверх и низ хватит теорий и так у нас двести два с половиной килограмма 202 и 5 я такой вес еще не толкал тоже это 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 больше чем на соревнованиях да на очень отрезок у нас здесь сколько 30 метров точно 30 метров сто процентов да хорошо вот эти сейчас спину держал потуже отлично ниже ниже взялся и ушло на все тело равномерно нельзя сказать что ноги больше пресс там руки плечи хорошо это пробивает как люди знают что-то в прорубь нырять тут телеву толкает а кто-то все вместе поначалу дал ускорение вам сдох на последний третий программа рича первого это дает прогресса больше с каждым днем больше с каждым днем сильнее дыхалка сбивается вообще такого не было еще я не знаю я представляю как курцы бы здесь легкие свои выплевывали после такого упражнения курцы люди которые курят это вообще это наказание провоцируем провоцируем выброс тестостерона но специально для вас я предлагаю накинуть еще немного мне же надо найти предел мы теперь только в тюремном стиле как это зацепляйте еще и ставил недаром же алексей мокшин переводит американских спортсменов он ты знаешь какой переночек ставил то что делал там кали масло с эти флэчер у нас как еще и все на 2 тонули ну смотри как хочешь если до файла то ну во первых лег у нас задача какая чтобы кто-то выпал хотя бы это что 240 ненасытные диза когда день рождения 3 июля я тебе подарю сани разная модификация и и момент как ими убиться то есть утром и вечером это ребята вы знаете я сказал это это лучший лучший подарок тоже женя экштейн уже это человек который владеет все всей темой кроссфит и долларе на собирается открывать дополнительные залы он уже грозился что он не подарит сани знаю как я полюбил это упражнение вес у нас на санях двести сорок два с половиной килограмма вообще ты видишь что творится просто вылез из кроссовка даже причем я даже зашнуровал тут уже уже не шутки ну конечно настигает она вот поработаешь вот сколько работа длится сколько минут секунд 20 на 18 мне кажется чуть меньше 20 секунд а потом три минуты просто накрывает как будто сделал пять подходов приседаний в отказ с приседом с приседом похоже на потом на дыхалку либо вот с бегом но под максимальным углом с максимальной скоростью по дорожке ну чего давай если ты готов вот так ну хорошо ну я просто выбрал стратегию я сразу метра да я не стал взрываться в самом начале так распределился более менее ровным ровным темпом но я должен подчеркнуть что по алексею поочию видно что ночь спортивный человек просто априори дальше на это уже тут наверное это настраиваются мышцы будем на россию просто да видно что очень хорошие фундаменты ну ты вообще ты сделал байдаркой занимался совсем в юношестве вот она шла не книга но и и академка а просто байдарочный спорта для спасти честно такая я там же спина весь бы надо стягивать движение самое главное ну в общем посыл от нас какой что варьируйте варьера раз до вариациях самое главное в нашем деле деле не не зацикливаться на одном и том же как силовыми тренировками вашими варьируйте число повторений паузы набор упражнений так и с дополнительными всякими штуками должно быть интересно кардионагрузка силовая нагрузка должно быть в кайф одна и та же рутина даже самого приеденного железному спорту человек все равно она как бы приедается нужно разнообразие и организму для центральной нервной системы эмоционально просто встряхнуться я например ничего подобного в жизни не делал и не было по кайфу спасибо тебе за приветливо спасибо день